Маршал Розенберг. Говорить мирно. В мире, полном конфликтов, то, что вы скажете, изменит ваш мир. Отзывы. Эта книга появилась в подходящее время, когда гнев и насилие главенствуют в отношениях между людьми. Маршал Розенберг дает нам практические инструменты для установления мира с помощью речи и общения. Блестящая книга. Арун Ганди. Институт ненасилия имени М.К. Ганди. США. Говорить мирно – результат нескольких десятилетий миротворческой деятельности автора. Довольно сложно перечислить всех, кому эта книга может быть полезна, поскольку это чуть ли не каждый из нас. Доктор Майкл Наглер. Автор книг «Америка без насилия» и «Разве нет другого выхода?» поиск ненасильственного будущего. Книга «Говорить мирно» отличается от всей остальной литературы, а ненасилие ясным пониманием сложностей человеческой природы. Розенберг убедительно доказывает – то, что и как мы говорим, показывает, кто мы есть и кем станем. Доктор Барбара Е. Филдс. Исполнительный директор Ассоциации глобального нового мышления. Большинство книг по искусству общения имеют довольно сильную теоретическую базу, но не все из них применимы на практике. Книга Маршала Розенберга – выдающееся исключение. То, как автор описывает используемые им техники и стратегии, делает книгу логически понятной и убедительной. Мир изменится, если эту книгу прочтет достаточное количество людей. Хью Праттер. Автор книг «Маленькая книга освобождения» светится изнутри и утренние заметки. Книга «Говорить мирно» – это дар духа, теории и практики ненасильственного общения. Из нее каждый может извлечь полезные для себя уроки. Она дополняет книгу Джона Бертона «Девиантность, терроризм и война» в качестве руководства по использованию способов решения проблем, основанных на удовлетворении потребностей всех сторон для создания жизни без проявлений насилия во всем мире. Глен Д. Пейдж – автор книги «Глобальная политология ненасилия», основатель Центра глобального ненасилия. Книга «Говорить мирно» демонстрирует, как можно воплотить в жизнь все наши самые сокровенные мечты о гармоничном мире. С помощью примеров и упражнений она показывает нам простые, но действенные методы установления мира, как внешнего, так и внутреннего. Если вы хотите внести свой вклад в создание более счастливого мира, научитесь свободно владеть этой методикой. Диана Леон, заместитель гендиректора и директор программы для тюрем буддистского сообщества «За мир». Слова благодарности от автора. Когда я только начинал свою работу более 30 лет назад, мне с трудом удавалось отыскать людей, имеющих представление о том, каким может быть мир на самом деле и обладающих необходимыми навыками и энергией для социальных изменений. Сегодня это сделать куда проще. Меня воодушевляет то, как распространяется ненасильственное общение. Это своего рода массовое движение. Прошедшее обучение ННО передают свои знания людям в разных странах, чтобы те, в свою очередь, обучали других. И вот эти люди, которых теперь можно найти чуть ли не в каждой стране, вселяют в меня надежду. Я вижу мир, который отличается от того, что большинство людей видит по телевизору. Мне довелось работать в таких местах, как Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, Бурунди, Босния, Сербия, Колумбия, Центральная Азия. Во всех этих странах, о которых часто говорят в новостях. В Руанде и Нигерии я работал с людьми, семьи которых были расстреляны, так что я хорошо знаю, что творится в этом мире. Но также я по всему миру работаю с людьми, которые говорят мне о том, что так быть не должно. Их видение мира, взгляды и убеждения отличаются от распространенных, и они очень эффективно делятся ими с окружающими. Их смелость, их видение и способность сохранять запал даже в самых сложных обстоятельствах, безусловно, вдохновляют меня. Я благодарен судьбе за возможность работать с профессором Карлом Роджерсом и учиться у него, когда он исследовал, в чем может заключаться помощь в налаживании отношений. Результаты этого исследования сыграли ключевую роль в эволюции коммуникационного процесса, который я описываю в этой аудиокниге. Я бы хотел выразить благодарность моему другу Энне Мюллер. Именно благодаря ей я обратил больше внимания на аспекты духовности в моей работе, что очень помогло работе и обогатило мою жизнь в целом. Я безгранично благодарен профессору Майклу Хакиму, который помог мне увидеть научные ограничения, а также социальную и политическую опасность объяснения человека с точки зрения патологии. Наблюдая ограниченность этой модели, я начал искать модель психологии, основанную на ясном понимании того, как мы, люди, можем жить. Особенная моя благодарность тем, кого я называю садовниками ННО, людям, посвятившим свою жизнь распространению знаний о ННО. Далее приводится краткий список людей из разных уголков мира, которым я благодарен за неоценимый вклад, внесенный ими в самом начале в распространение ННО. Нафес Ассайли в Палестине, Анна Буррит в Швейцарии, Боб Канде в Сьерра-Леоне, Вильма Кастетти в Италии, Дунья Хачкимана в Бурунди, Рита Херцог в США, Надо Игнятович Савич в Югославии, Сэми Ихеджирко в Нингерии, Барбара Кунс в Швейцарии, Жан-Франсуали Кок в Бельгии, Люси Лью в США. Паскаль Моло во Франции, Теодор Мукудонга в Руанде, Сестра Кармел Найланд в Ирландии, Крис Раджендра в Шериланке, Хорхе Рубио в Колумбии, Изольда Тешнер в Германии, Туве Витстранд в Швеции и еще множество других людей, намного больше, чем я могу здесь перечислить. Я рад видеть, как они вместе с тысячами других вносят огромный вклад в дело мира в своих городах, регионах, странах и во всем мире. Доктор Маршал Б. Розендер. Предисловие первое. Доктор Дороти Мэвер. Звук голоса – это мощный созидательный агент. Наша речь отражает наши мысли и восприятие, определяя мир, в котором мы живем. Нас узнают через нашу речь, ведь это она говорит о нашей мыслительной деятельности и о нашей сущности в целом. Манера общения может открывать или закрывать двери, исцелять или причинять боль, вызывать радость или страдания и в конечном счете определять, насколько мы счастливы. Впервые услышав, как Маршал Розенберг говорит о мире, я поняла, что передо мной человек с определенными взглядами на жизнь и смелостью действовать в соответствии с этими взглядами. Когда он делится своим юмористическим и в то же время глубоким видением происходящего, своими реальными историями о том, как менялись жизни людей от того, что удовлетворялись потребности каждого из них, он подтверждает то, что мне уже было известно, но только на уровне подсознания. Это вполне возможно – иметь здоровые отношения не только друг с другом, но и со своей жизнью. В наше время боли и страданий Маршал дает нам ключ. Это ключ к пониманию того, как речь влияет на наши собственные жизни, а также на жизни других людей. Он приводит конкретные примеры, делится глубокими познаниями и множеством инструментов для достижения гармонии через конфликт в абсолютно любой ситуации. Оценивая занятия по ненасильственному общению для политических активистов, одна из участниц рассказала, что она испытала облегчение и обрела надежду после того, как ее гнев трансформировался. Прежде именно озлобленность в общении мешала ей эффективно функционировать в качестве политической активистки. Учась говорить мирно в мире полном конфликтов, мы трансформируем наш собственный мир, обретая возможность стать истинными хозяевами собственной жизни с возможностью выбирать, а не просто претерпевать следствие того, что происходит вокруг нас. Тогда наша речь может помогать создавать мир, подходящий каждому. Мир, в котором мы принимаем концепцию ненасильственного общения и живем, опираясь на нее. Таким образом происходит трансформация наших мотиваций, и мы понимаем, что имеет в виду Маршал, когда говорит, действия предпринимаются с единственной целью – добровольно способствовать благополучию других людей и нашему собственному благополучию.